Ола, амигос, на связи Матвей. И сегодня в этом видео хочу реализовать одну свою очень безумную идею, связанную с Fortnite Mobile. Все мои подписчики прекрасно помнят серию видео на канале про моё управление в Fortnite на этом телефоне в 6 пальцев. Но сейчас, как вы, наверное, уже поняли по названию, я постараюсь сделать то же самое, но только наоборот. Что будет, если играть в Fortnite на телефоне, используя не 6 пальцев, а всего лишь один? Сегодня мы это узнаем. В этом ролике я буду настраивать управление в Fortnite на этом телефоне для всего лишь одного пальца. Попробуем поиграть в творку с этим управлением, ну и, конечно же, напоследок поиграем в паблик. Мне крайне интересно, что же получится по итогу, потому что, насколько мы знаем, все мобильные игроки играют то в 6 пальцев, то в 5, то в 4, то в 3, но никто ещё не играет в Fortnite Mobile в один палец. Так что в таком случае пусть я буду первый. Ну а перед тем, как мы начнём, хочу обратиться лично к тебе, мой дорогой зритель. Если ты впервые на этом канале, если ты так же, как и я, играешь в Fortnite на телефоне, то обязательно оформи подписку. Тут ты сможешь найти единственный и самый лучший контент по мобильному Fortnite во всём СНГ. Ну а если ты уже подписался, то не забывай про лучшую поддержку меня и именно мой тег-автормотивкард в твоём ожидённом магазине Fortnite. Смело води, покупай исключительно с ним. Также ты можешь делать скрины в своих покупках с моим тегом и добавлять их в специальный альбом нашей группы канала ВК, ну или в специальный канал в нашем дискорд-сервере. Ссылку на это всё ты сможешь найти в описании. Именно таким образом ты сможешь попасть в ролик, как и следующие ребята, в конце видео. Ну а также теперь я читаю имена трёх пользователей, которые первые оставили комментарий под последним видео на канале. На этот раз огромное спасибо Лимону, Сейдену и Голд Низару. Очень рад, что смотрите мои видео первыми. Надеюсь, вы меня поняли и теперь. Давайте посмотрим на то, как я попытаюсь поставить себе управление Fortnite на этом телефоне для всего лишь одного пальца, как я буду с этим управлением фри-билдиться и как я буду с этим управлением играть в паблик. Поверьте, такого вы ещё нигде не видели. Ну и для начала нам нужно запустить сам Fortnite. Fortnite был успешно запущен, открываем настройки макета интерфейса. Теперь, дабы не потерять моё прошлое управление, переходим в какой-нибудь левый, ну или создаём, в общем, новый макет. Естественно, убираем все кнопки с макета, чтобы нам было легче настроить новый. В принципе, всё готово и можно перейти к самой настройке. Ну и начнём, пожалуй, с вопроса о том, каким пальцем я буду играть. Я думаю, скорее всего, это будет указательный палец правой руки, потому что я вообще правша и думаю, это будет для меня удобнее всего. Ну а раз я буду использовать указательный палец правой руки, то, скорее всего, играть я буду вот примерно так. Поэтому будем ориентировать наше управление на всю правую сторону моего телефона. Начнём, пожалуй, с самого главного, а точнее, джойстика, с помощью которого я буду бегать. Сейчас мне осталось его только найти. Вот он. Оставлю его, ну, допустим, примерно сюда. Далее мне нужно установить кнопку стрельбы. Так как я играю одним пальцем, то двигать камеру нашего персонажа мне как бы будет нечем, если, например, я буду стрелять. Поэтому я буду использовать вот эту кнопку, то есть джойстик стрельбы. И тем самым я могу стрелять, при этом тем же пальцем поворачивать в сторону, в которую мне надо стрелять. Ну или строиться. По итогу у нас получается вот что-то типа этого. Но нам ещё надо расставить ячейки инвентаря и ячейки выбора построек. Так, ну и у меня получилось что-то наподобие этого. Получается, снизу у меня все опции выбора построек, кирка и ещё три дополнительных, как бы так сказать, слота для инвентаря. Заметьте, что вот эти четыре кнопки я сделал универсальными, то есть когда я буду включать режим строительства, то есть они будут меняться с ячейки инвентаря на выборы построек. Ну и наоборот то же самое. Сделал я это для того, чтобы просто экономить место. А вот эти ячейки инвентаря и, соответственно, кирка, это, так сказать, экстра кнопки, на которые я могу нажать и сменить режим игры прям непосредственно, даже если я строюсь. Например, я строюсь, я строюсь, там появился чел, я могу резко достать помпу или автомат, неважно, что же сюда положу, или вот кирку, там сломать, выстрелить, в общем, сделать всё, что я захочу и при этом экономить время. Насчёт кнопки редактирования я не знаю. Я, скорее всего, поставлю себе редактирование касанием, потому что я не представляю, я не смогу нормально редактировать закреплённой кнопкой, как бы учитывая то, что у меня есть на это всего лишь один палец. Осталось добавить всего лишь кнопку для приседаний, прыжков, эмоций, ну, в общем, всякие мелочи, ну и прицел ещё. Так, ну я тут немного попыхтел, посмотрел, что к чему, и у меня получилось что-то наподобие этого. Может, я тут добавил не все функции, но, в принципе, вроде как всё основное есть, если что, потом во время игры в творку что-то поправим. Из главного могу отметить карту, я её сделал поменьше, чтобы она помещалась вот в этот, короче, в это место. Сделал её так, чтобы я мог спокойно на неё нажимать, оглядываться и закрывать. Также добавил кнопку поворота построек, потому что вертеться и, соответственно, там, застраивать себе спину или, например, бок я не смогу одновременно, так как крайним пальцем. Так я смогу просто нажать на эту кнопку и строить там слева или справа. Ещё я включил кнопку открытия дверей, кнопку подбора я не стал включать, потому что я себе поставлю автоподбор. Кнопку редактирования, редактирую я буду редактировать касанием, кнопку выбора материалов, эмоции, имя игрока, в общем, всё вроде есть. В общем, если что, во время игры в творку подправим, добавим, уберём, посмотрим. А теперь пришло время, запускаем творческий режим и сейчас будем тестить моё новое управление на один палец. Так, ну и что ж, давайте тестить. Так, ну ходить, в принципе, можно делать так, соответственно, бежать и осматриваться. А так, блин, блин, непривычно, я по привычке начинаю использовать другие пальцы, но надо привыкнуть к той мысли, что я использую только один палец. Так, ну в общем, я тут ещё немного посидел, короче, посмотрел, что к чему, потренировался, как вы можете сейчас вот заметить. И могу готов вот вам представить управление для одного пальца в Fortnite, пока что у меня есть. Из главных изменений я добавил всё-таки, вот, короче, режим редактирования, это для того, чтобы его отменять. Также я убрал, здесь у меня была кирка, я поставил здесь стенку, потому что это удобнее так открывать режим строительства. Я, конечно, поставил и вот эту кнопку строительства, но пока до неё дотянешься, тебя уже убьют, её легче вот просто взять и сразу открыть режим строительства через вот эту стенку. А так, ещё могу отметить главную проблему, я вот всё думал, о чём у меня вот здесь вот джойстик не работает, только если два раза нажать. Оказывается, управление именно самого персонажа, куда он ходит, определяется по левой части, то есть вот только так, как вы можете заметить. Да, как-то непонятная техника, но как есть, я это пофиксить не могу, перелазил все настройки, поэтому давайте не будем смотреть на тот факт, что я буду управлять персонажем большим пальцем левой руки. Ну, потому что я не знаю по-другому как, если кто-то из вас знает, обязательно пишите в комментариях, как это вот пофиксить. А так, по итогу получается вот чё-то типа того, то есть вроде строится, строится, нажимаешь на кнопку прыгать. Блин, конечно, вот я сейчас, снимая видео, принял не очень удобное положение для игры, я, наверное, сейчас включу вам запись записанную, вы посмотрите, как я играю, там всё равно видны прикосновения к экрану, так что можете быть уверены, что я играю так, как сейчас играю на видео. Ну, а теперь я готов вам показать, каким мувом я научился с управлением в один палец. Ну, во-первых, это простой разворот на 90 градусов, как вы можете заметить сейчас на видео. Не знаю, как это называется, что-то наподобие мотивкар классик, но я так тоже умею. Ещё я научился делать полноценные 90-е, правда без пола, потому что так намного легче. Типа сначала я разворачиваюсь, потом прыгаю и под себя ставлю лестницу и так далее. Также попробовал сделать свой фирменный писк-контроль бокса, как видите, у меня это достаточно неплохо получается для игры в один палец. Ну ладно, в творке я размялся, пришло время поиграть в паблик. Прыгунки я решил на тихое безымянное место, к примеру, дом Джон Вика. И даже там оказался мой противник. Благо, мне на начале попалась импульсная граната, так что как только мой противник начал по мне стрелять, я сразу же от него убежал. Скрыться от него я решил на грузовике, но как только я приехал на своё место, я заметил, что я не могу выбраться из этой машины. Но тут же я добавил нужную кнопку и благополучно из неё вышел. Вот я какого-то бота закидал гранатами. В соседнем здании я услышал шаги и сразу же пошёл разбираться со следующим парнем. Потом пришёл другой и я его тоже убил. Но вдруг из здания выбегает ещё один киберспортсмен и с ним я тоже с лёгкостью разобрался. В принципе, я понял, что мой АИМ с управлением в один палец не такой же плохой. А ещё лучше всего использовать скорострельные дробовики и ППшки. Потому что с управлением в один палец лучше всего у тебя будет получаться спамить. Но, к сожалению, ваша эффективность понизится. Как видите, по мне начал стрелять чел и я не успел застроиться. Но всё же, если усердно стараться, можно будет играть достаточно неплохо. Ну а у меня пока что для вас это всё, что я могу сказать по итогу. Но всё же, если тренироваться и играть в Fortnite Mobile с управлением в один палец примерно один месяц, то можно будет играть примерно на уровне слабого ПК-игрока. Ну а также ясно знал, насколько далеко я продвинулся в скилле относительно того, как только я начал играть. Даже сейчас с управлением в один палец я играю лучше, чем играл в начале восьмого сезона. Ну а что по этому поводу, думайте именно вы, обязательно пишите в комментариях. Пишите, что мне стоит пофиксить или добавить в своё управление в один палец. Ну а также, если вы досмотрели это видео до этого момента и до сих пор не поставили лайк, то, пожалуйста, сейчас же это исправьте. Я старался. Если на этом видео соберётся более 500 лайков, то я обязательно сниму видео о том, как я с управлением в один палец в Fortnite Mobile играю в режим арены. Ну а по традиции, с вами как всегда был Матвей. Hasta luego.